Привет. Явился, не запылился. Вообще-то, я тебя с 7 вечера жду. И почему это ты на телефон не отвечаешь? На работе задержался. Знаю я твои работы. Наверное, с какой-то девушкой уже встретился, да? Да? Слушай, как меня это все достало, а? Денег не зарабатываешь. Зарабатываешь. То есть ты хочешь сказать, что 40 тысяч рублей – это для тебя заработок? Мне ни на что не хватает. Мне выйти на работу? Ты серьезно? Вот ты далекий, мне еще нужно выходить на работу. Да скажи спасибо, что я с тобой живу. Тут еще выходить на работу. Ты вообще видел, чтобы я работала? Такое я сказала, конечно. А ну давай быстро свой телефон. Посмотрю, с кем ты там общался. А кто это за Евгений у тебя в телефоне? То есть ты хочешь сказать, что ты мне в открытую изменяешь, а я тебя должна еще и с работы ждать? Ну ты оборзел. Что? Ужин тебе приготовить? А больше ты ничего не хочешь? То есть ты хочешь? Ты будешь мне изменять, а я тебе буду еще и ужин готовить? Может мне тебе еще дома убираться? Я тебе что, прислуга? Или кто? Найми себе повара. Я твоя девушка. Вообще-то. Вот именно. И ты должен относиться ко мне с большим уважением. Ужин ждешь? Ну, не хочу, конечно, тебя расстраивать, но изменщиком я готовить не собираюсь. На работе старался. Знаю я твои старания. Все я знаю. Только что-то не вижу результата в денежных эквивалентах. Хочешь уладить конфликт? Не стоит. Знаешь, мне еще нужно будет подумать о том, нужны ли мне вообще такие отношения. Ты не хочешь со мной разрывать отношения? Ну, смотри. Если ты не хочешь со мной разрывать отношения, недавно вышел айфон тринадцатый. Так вот, я хочу себе его тринадцатый промакс. У тебя нет на это денег? Слушай, а зачем мне вообще жить с таким молодым человеком, у которого ни на что никогда нет денег? Подскажи. То есть, ты меня еще обвиняешь, что я сразу знала, какой у тебя заработок, и меня это устраивало? Ты серьезно сейчас? Ты меня хочешь еще и виноватой сделать? То есть, ты сам косячишь? Ты изменяешь? До вечера ты находишься с какими-то непонятными девушками, какие-то Евгении у тебя в телефоне? Ой, слушай, но мне это настолько неинтересно знать. Мне настолько все это, как тебе так уже сказать, в голову лезут очень плохие мысли. Пытаюсь тебе, конечно, по-нормальному сказать, но я так понимаю, что ты не поймешь меня. Никакая я тебе не зая, и не нужно меня успокаивать. Я и так спокойна. Я была неспокойна, когда решилась на отношения с тобой. А то, что сейчас у нас происходит, это ничего хорошего не приведет. В общем, предлагаю тебе сделку. Ты покупаешь мне телефон, и тогда мы продолжаем с тобой отношения. Но если ты мне телефон не покупаешь, то никаких отношений у нас с тобой не будет. Прости, но у меня это достало. Вот встретилась я вчера со своей подружкой, которую Вика зовут. Да-да, ты ее помнишь. Так вот, ей-е-е-е, парень на день рождения подарил машину. А что подарил ты мне? Ноутбук. Да. Ноутбук. И сто одну розу. Ну ладно, сто одну розу еще неплохо так. Но ноутбук. Вот ты серьезно думаешь, что я достойна такого отношения? Ты правда так думаешь? На самом деле, мне очень печально с того, что я на тебя потратила столько своего времени. Мне даже не хочется больше, знаешь, даже слышать тебя и видеть тебя. И не нужно передо мной свиняться, как ты всегда вот это вот любишь делать, там цветы мне приносить. Не нужно этого. Это нужно было делать раньше. Что ты опять меня обвиняешь во всем? О, я еще и виновата. Ты хочешь сказать, что во всех наших отношениях я виновата? И в наших ссорах тоже я виновата. Не, ну, ну, вы просто посмотрите на него. Стоит. Слушай, да, зачем мне вообще с тобой связываться? Что сможет повлиять на то, чтобы я поменяла свое решение? Это тебе нужно очень сильно постараться. И не только айфон мне купить. Я и так с тебя брала по минимуму. Я же так вижу, что с тебя нечего брать. А тут ты так. Знаешь, мне кажется, что я все время провела с абьюзером, который постоянно издевался над моей нервной системой. Да-да, ты абьюзер, а кто? Ты хочешь сказать, я абьюзер? Нет. Я просто уважаю себя. Я люблю. Да. Поэтому вот так вот собираю вещи. и ухожу. Если ты захочешь извиниться, ну, естественно, не просто словами, а какими-то действиями, то я буду тебя ждать в комнате. Да. Но прежде чем ты будешь извиняться, хорошенечко подумай, в чем ты неправ. Потому что все время я тебя прощать не собираюсь, вышвырну тебя и все. Ой, да кому ты нужен будешь? Вот правда? Скажи, кому ты нужен будешь? Нормальные девушки с тобой не будут. Это я. Он уже два года с тобой. А так сомневаюсь очень. поэтому тут без вариантов. Если ты не хочешь потерять меня, тебе придется идти на какие-то компромиссы. Все. Я в своей комнате. Поэтому не затягивайся извинениями. А то потеряешь меня навсегда. Да, да.